Хочешь, да? Ага. Помнишь, как мы с тобой ехали? Так. И вот так вот мы играемся. Так играться и тщательно подбирать свой маршрут приходится девушке с ограниченными возможностями здоровья Светлане Крюковой. Напомним, со Светой мы познакомились чуть больше года назад, когда ей предложили переехать в квартиру, которая находится на девятом этаже, а лифт ходит только до восьмого. Вскоре сироту признали потерпевшей по уголовному делу о халатности должностных лиц регионального жилищного управления и Министерства строительства. И все-таки предоставили квартиру на первом этаже, оборудованную специально для нее. В квартире довольна. Да, за это спасибо огромное. Но есть еще проблемка с дорогой. Ты одна можешь передвигаться на коляске самостоятельно? Ну, с трудом. С трудом, потому что здесь бывает очень много, но парковка заполнена полностью. И так как дороги разбиты, ямы, здесь тротуара никакого нет. И ты едешь прямо навстречу. Есть другая дорога, но грунтовая и тоже вся в Рытвинах. Если бы здесь какой-то тротуар был, самое короткое время, чтобы ее никуда не перетаскивать, потому что достаточно трудоемко. Или стараемся, я договариваюсь с мужем, он приезжает на машине, ее куда-то везем, если куда-то ко времени надо. Или если на автобусе, то заранее прям выходим, чтобы преодолеть все эти препятствия. Кстати, в доме по адресу Гущина, 163, живет несколько маломобильных граждан. Приходится вот на этой беде передвигаться. Дома стоят две коляски, а я не могу их пользоваться. Посмотрите, что творится. На это сидеть неудобно, хоть она приспособлена якобы. Но одно название. Дорога плохая, ходить плохо. Если машина идет, ты не знаешь, куда свернуть, или в лужу, или упадешь. Да, вот еще у нас сильно кольцо все полопалось. Боюсь спуститься. Дом обслуживает управляющая компания ДЭС-2 Ленинского района. Претензий к ним достаточно. Не удовлетворена работа нашего ЖЭО. Очень грязно. Подъезды не убираются. Инвалидам вообще никак нельзя. Не подъехать. Скорая тоже добирается кое-как. Когда начинается зима, здесь просто вот такая катушка. Ну, вы видите, вот здесь прям просто покат у нас. То есть можно от подъезда сразу, не знаю, не тормозя, улететь вот туда. Был такой случай, что даже мужчина у нас упал и насмерть разбился. Вот сюда, да, да. Плохие погоды, я дома сижу. Я здесь не выйду, потому что здесь кат идет в яму. И как бы я сама не выехаю, это точно. Это только если у подъезда сидеть и воздухом дышать. Публичная катастрофая карта гласит, ответственность за придомовую территорию лежит на УКА. До нее нам дозвониться не удалось. Однако жильцы сообщили, что им не удалось попасть в программу формирования комфортной городской среды. Типа мы не набрали голосов, ну и не прошли. Нам сказали, что здесь живут практически одни квартиранты, либо стоят пустые квартиры. И они не принимали участие вместе с нами, то есть с жильцами. Поэтому мы не прошли программу, нам отказали во всех вот этих вот обустройствах. Кстати, жители могут снова подать заявку на участие в программе, подчеркивают эксперты. А люди с ОВЗ, как льготная категория населения, вправе требовать условия доступной среды. Здесь уже речь идет не просто о комфорте, а о доступности среды. И, соответственно, в этой ситуации человеку, или если их там группа, значит, всем коллективно обратиться. Сначала в адрес управляющей компании в письменном виде, чтобы, как говорится, у нас вещественное подтверждение было на такого обращения. Если не отреагирует управляющая компания, ее руководство, можем поставить в известность администрацию района. Скорее всего, что этого воздействия уже будет достаточно. Если нет, тогда уже со всей этой перепиской обратиться дополнительно в орган прокуратуры, приложить свидетельство того, что человек относится к группе маломобильных, и, соответственно, попросить повоздействовать и принять меры прокурорского реагирования. Эксперты советуют обращаться с претензиями в адрес управляйки через мобильное приложение госуслуги ДОМ. Тогда обращения наверняка не потеряются, УК обязана будет отработать их в срок, а контролирующий орган сможет проверить исполнение. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.